Северский район, северо-какасский, российский район. Странную интересную картину представляла партия переселенцев дороги. На громадных неуклюжих телегах, запряженной валами, навалена домашняя утварь. Кровать, лавки, подушки, одежда, кадушки, каменные катки, бараны, мешки с зерном. К телегам привязана домашняя скотина, коровы, телята, лошади. В корзинах под телегами домашняя птица. Все, что было у казаков и все, что можно было положить на гарп телегу, они взяли с собой. Около 500 телег растянулись в длину на несколько верст. Над этим всем добром стоял шум, гам, крики детей, скрип колес, рев животных и голосистые крики петухов. Похоже было, что станица сняла с места и начала двигаться. Дорогой рождались, крестили в попутных селениях, умирали. Не было только браков. Подзывов стариков переселения шло легко, особой нужды ни в чем не было. Скоро переселенцы достигли предела в Кубанской области. И, переправившись через реку Ею, в первый раз вступили на землю кубанского казачьего войска. Их встретил сотник, назначенный сопровождать партию до места поселения. Изначально казаки облюбовали себе место вдоль реки Белой. Но сотник сказал, что есть старшие нас, они знают, куда поселить. На Белую пришлись другие переселенцы. Переправившись через Кубань по Энемскому байдачному мосту, переселенцы через два дня пришли в назначенное место. Это было 27 мая. В дороге казаки пробыли 29 дней. На месте уже были отмежеваны земли. Все планы одинаковые, по 16 сажений. В 1863 году недалеко от здания станичного управления произошла стычка между черкесами и отрядом северского драгунского полка. Именно тогда драгуны потеряли много людей. В честь них и назвали станицу северской. Получив планы, северцы приступили к строительству домов. За постройкой станицы наблюдали очень внимательно. Строить саманных и турлучных хат начальство не позволяло. Только рубленные хаты. За лесом ездили в станицу Азовскую. К зиме большинство хат построили. Хлеб собирали посеянные еще черкесами. Продовольствия получали из станиц Хомска и Григорьевская. Первые годы страдали от болезней. Причина – тяжелый климат и недостаток воды. Не было торговых лавок. Совсем приходилось съехать в город. Дорога занимала две недели. В 1887 году через Северскую прошел первый поезд до Новороссийска. Но недальновидные северчане отказались от станции. И мимо Северской прошли поезда, увозя, мануфактуру, хлеба, лес и бакалеи. И только через пять лет опомнившиеся казаки сумели организовать станцию, уплатив при этом немалые деньги. Стремительно стала развиваться торговля. Можно смело сказать, что железная дорога сделала станицу процветающей. Она же и привлекла в станицу много иногородних ремесленников и торговцев. Станицу посещали и несчастья, наводнения и пожары. Продолжение следует...